Улица Магнолия, такой довольно-таки интересный дом под охраной. И ходили слухи, что это дом Аллы Пугачевой в Анапе. Интересно, вот те, кто в начале СО защищали ее выбор, там уехать и поносить Россию за ее бывших заслуг во время СССР, у вас мнение поменялось уже, вот особенно там вчера в Брянске зашли, так сказать, освобождать нас от режимов, воевывая с местным мирным населением, там где не было даже никаких военных выборов, так сказать, самое тонкое место. Эх, как все это больно, и вот насколько это все показывает ту правду, которая нас ждет. Мне вот часто в комментариях пишут, что Кубань 100% будет не российской территорией, а я надеюсь, что этого никогда не случится. И мы вместе всегда сможем на наших берегах вот этому всему наслаждаться и радоваться. Мы сегодня с вами посмотрим на 300 ступеней, которые мне предложили назвать ступенями в честь ЖК, которые в основном скидывались на них Бельведер. Пускай это будет лестница Бельведер, которая ведет к морю и насчитывает себе 300 ступенек счастья. Здесь она была отреставрирована после того, как на нее зашла сель, а буквально на днях сюда добавили лавочки, чтобы люди, прогуливающиеся вдоль набережной или приходящие сюда на спуск, могли посидеть и отдохнуть. В общем, welcome to anapa. Давайте смотреть на эти красивые просторы и пытаться не замечать весь тот негатив, который проходит вокруг нас сейчас. Хотя его с каждым днем все больше, больше и больше. Вот сегодня пришло сообщение о каком-то взрыве и возгорании возле летного училища в Краснодаре. Говорят, что просто горит трава. Ну, будем надеяться, что трава тоже иногда создает какие-то звуки при горении, да и все. Ну, а вообще всем желаю мирного неба. Я думаю, ни одного человека нет, который бы хотел войны. К сожалению, мои русские очень многим мешают, увы. Теперь, собственно, вот так вот выглядит дом, о котором рассказывали тут, что он относится к каким-то бокам Пугачевой. Вот так вот выглядит Лысая гора Анапская, а вот там вот находится Юрина гора. Прекрасная. Туда далее можем пройти на 800 ступеней спуска. Вот он находится наверху у нас тут Смотровая, чуть дальше ее. А дальше туда, там у нас находится Ласточкино гнезда. Это одно из шикарнейших мест для прогулок местных жителей. Я хочу сказать, что вот сюда пришел за счет того, что сюда перекрыли въезд машин. Здесь стало довольно-таки чище гораздо, потому что вот этих салфеточников, им не удается прорваться непосредственно береговой линии. Иначе тут было бы все-таки в белых разных мусорных субстанциях. Хотя чуть-чуть все-таки встречается. Вот попил ты что-то, унеси с тобой, но нет. Туда дальше у нас живет отшельник на берегу моря. Я, кстати, взял у него интервью, но оно так не опубликовано. Надо будет, наверное, как-то его опубликовать, рассказать о том, что человек у меня рассказал. А то вы живете и не знаете, кто это, что это. У него удалось с ним пообщаться. Здесь находятся лесенки металлические, которые ведут непосредственно к морю. И вот те самые скамеечки, которые здесь установили, благоустроили это место. И действительно классно. Во-первых, тут поставили такие столбы, чтобы люди, поднимающиеся наверх, имели защиту от машин, которые здесь проиграют. Вообще, теперь можно садиться отсюда и наблюдать непосредственно закаты моря красоту. Несмотря на то, что сегодня не выходной, людей довольно-таки много. Нас ждет спуск к морю. Если там будет тепло, потому что ветер сейчас южный, продувает. Но он не сильный, где-то метров пять. Но тут, наверное, ощущается довольно-таки прохладно. Спустимся вниз. Если ветра там не будет, может быть, даже получится искупаться. Здесь температура воздуха на ветру, вот именно здесь наверху, у нас составляет 13 градусов тепла. Спустимся вниз, посмотрим, сколько там будет. А по Анапе могу сказать сегодня от 7 до 11 в разных счетах города. Начнем путешествие по этой лесенке. Я вот не помню, чтобы я ее снимал целиком хоть раз. Потому что, когда я приезжал сюда, она была уже размыта селем. И пройтись по ней не получилось. Хотя лесенка довольно-таки удобная. И если сравнивать ее с 800 ступенями, то довольно-таки быстрая. Потому что оп-оп, и ты уже возле берега моря. Кстати, с каждым шагом вниз становится все теплее и теплее. Так что шансы на купание есть. Посмотрим. Рисковать не хочу. Я уже несколько дней просыпаюсь с небольшой болью в горле. Потом расхаживаюсь, пью чаечки разные. И хочу поблагодарить сегодня. Вот в Ютубе уже не рассказывал, с Телеграма там парочка донатов на витаминчики. Спасибо вам огромное от души за поддержку. И также заходят донаты на поддержку наших солдат. У меня есть небольшая такая задумка. Если она получится, то в ближайшее время вы прям увидите очень прикольное, классное действие. Которое мы сможем реализовать, я надеюсь. Люди всех возрастов поднимаются по лестнице. Будем надеяться, что у них даже с животными это получится. С улыбкой, да? Улыбаются. Это прекрасно. Песель бежит. По-моему, труднее всех идти. Сюда мы вот видим то место, где краски сель сходил. И лестницу восстанавливали. А водичка вообще просто нереально прозрачная. Красота. Слушайте, здесь ветра действительно меньше. Будет гораздо более приятно. Возможно, даже искупаться. По крайней мере, сейчас иду и ощущаю, что лестница очень даже удобная. Потому что под то же самое 800 ступенем спускаться гораздо сложнее. Там много разнообразных там резких подъемов. А здесь в основном везде площадочка. Чуть-чуть ступенек, площадочка, чуть-чуть ступенек. Поэтому, довольно-таки, приятно идти по такому спуску. Но посмотрим. Я еще до низу здесь ни разу не доходил. Как она будет в самом конце. То есть для меня такой первый экспириенс по спуску непосредственно с этой лестницы к морю. То очень радует людей здесь действительно много. То есть и вверх, и вниз. И вот видите, насколько она востребованная. Поэтому и я сюда в восстановление вложил свою денежку. За, так сказать, призыв к восстановлению могу Евгения поблагодарить. Он у нас, если помните, был в одной из проездки на СВО. Ему огромный привет передаю. Вот здесь, как раз-таки, она и смывалась. Эта лесенка. Сейчас мы видим, что тоже вода стыкает. И, возможно, обрушение. Надо как-то укреплять эти берега. Либо придется потом опять восстанавливать опять эту лестницу в этих местах. Но мы уже практически в самом море спустились. И там внизу, кстати, люди имеются тоже. Кто-то спускается по 40 лет победы, прогуливается. А кто-то, допустим, просто идет вдоль берега с 800 ступеней, поднимается здесь. То есть вариаций много. Можно спуститься и пройти туда вперед. Но, слушайте, вообще становится очень тепло. Температура уже поднялась до 15 градусов. И я чувствую, как тепло исходит от самой земли. Течет водичка между пластами Мергеля. Вроде бы сильные берега. Более разрушаться может даже и не будет больше. А вот здесь, я так понимаю, камень прилетал. Поэтому будьте аккуратны. Ух ты! Сколько здесь людей внизу. Видите, как пробило металлическую конструкцию. Все. То есть, представляете, вообще не напрягаясь, мы спустились уже к самому низу. 333 ступеней. 333 ступеней, Даша, я насчитал. Вот так вот. Лестницы Бельведер. Именно такое количество ступенек. Сюда можно увидеть, как открываются виды на весь этот дикий пляж. Я слышал, здравствуйте. И посмотрите, какая красота. На береговой линии города Анапы. Как теперь в очень известной песне. 333 от рассвета до заката. Да, друзья, звучит. Получается, что с погодой я, в принципе, угадал. Осталось только узнать, какая температура у моря. Вот смотрите, здесь 13,3. Везде по-разному температура. Даша вот с кем-то познакомилась, пошла общаться. Вот такая вот у меня дочь. Все, сейчас, если еще чем-то покормят, я даже не удивлюсь. Там у нас стоят сети, наверное, для барабули. И выходим на пляж. Видите, здесь постоянно собирают мусор. Он будет поднять этот пакетик туда наверх, чтобы здесь на наших любимых пляжах становилось все чище, чище и чище. И посмотрите, как это берег. Единственное, повторяю, здесь берега не укреплены, они опасны. Рядочко над берегом находиться не советуются. Вот видите, как сель сходил, который разрушил лесенку. Очень много разнообразных больших палок дрифт-фуда. Вчера разговаривал с моей дорогой подписчицей, не говорите, с кем она. И говорит, я тоже занялась дрифт-фудом. Посмотрите, какие вот палочки их потом украшают. И они становятся невероятно красивыми. Я предлагаю вам чуть-чуть понаслаждаться морочком. Я пока замерю температуру воды для вас. Закинул градусник в море и ждет, какую температуру покажет ему он. То есть он руками почувствовал, что море довольно-таки теплое. У меня дочь не хотела идти на море. А сейчас смотрю, вот с девочкой познакомилась. Камушки бросаются. Счастливая. Какая здесь великолепная погода. Чуть по камере, как-нибудь правда отдача не прилетела. Великолепная береговая линия. Видка немножечко опасная. Ну, в каких-то вот случаях, чтобы на кого-то падали камни, я честно не знаю. Знаю, очень много людей, которые прыгали. Берем просто эту пустовку. Сейчас используют ЖК. Там удобно. Так. Вы пока слушаете шум моря, мне можете предложить, какая температура в водичке. Я вам хочу сказать, что довольно-таки отличная. 11 градусов сейчас показывает. Это говорит о том, что море теплеет, а значит, и будет меняться температура воздуха. Ну, пришел южный ветер, который как раз сейчас сюда. Гонит непосредственно и в теплую воду. И принесет нам тепло наш любимый Анапа. Не было бы еще дождя. Я сегодня нашел еще один прогноз, по которому дождя обещают гораздо меньше. Это, кстати, большой плюс. Ну что, рискнуть или не рискнуть. Попробуем уступаться в море. Так сказать, первое весеннее купание. Надеюсь, что все получится. Водичка-то холодная. Я думаю, что долго купание в холоде никак не получится. И хотя бы чуть-чуть занырнуть должно. Веду захочу немного, кстати. Ладно. Что, стопы? И водичка бугоряжит. Думаю, для первого раза даже достаточно. Мы, дорогие друзья, мы открыли сезон купания весна 2023. До сих пор чувствую, как тысячи игл бегают по моему телу. Но эмоции, честно, того стоили, чтобы это сделать. Ну и доброе дело, как когда попробуем, очень тяжелое. Нет, это помешочек утащить с собой. Отлично. Можно будет навести немножко порядка на пляже. Тем, кто собирает, вы большие молодцы. Те, у кого есть силы, забирайте с собой этот мусор. И делайте такие места. И пляжи гораздо чище. Сниму обязательно наверху, чтобы точно видели, что мусор был убран и донесен. Но пока я буду подниматься. Ах, это секунда для вас. Вот, насчет востребованности этих скамеечек. Гораздо легче, чем на 700 ступенях подниматься. Но это вот мешочек. Вот его выбрасывать некуда. Заберем его с собой. Ах, ну а теперь море для вас, дорогие друзья. Не забывайте лайк, подписка и репост. Таких великолепных сюжетов. И не забывайте помогать нашим солдатам. Это очень важно. От души. Всем пока-пока. А с вами был Юрий Азаровский. Привет вам всем, черноморский. Так надо. Шака. Спасибо. 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 Спасибо.